здравствуйте дорогие подписчики гости просто посетители моего сайта или же канала сегодня мы с вами поговорим о трещотках о ключах трещотках вороточках как они отличаются как работают и как их подобрать и вообще какие они бывают они бывают маленькие бывают средние и бывают большие всего лишь три размера и три стандарта самый маленький размер трещотки это у нас одна четвертая имеет название он если вы идете в магазин вам нужна маленькая трещоточка вы продавцу называете между трещотка 1 4 то есть вот этот квадрат у нее будет 1 4 вот следующая трещоточка у нас будет 3 восьмых то есть если вам нужна средняя трещотка вы приходите в магазин и говорите человеку продавцу мне нужна трещотка с квадратом 3 восьмых и следующая трещотка у нас это трещотка у нас 1 2 то есть квадрат имеет 1 2 это самый большой квадрат вот бывает конечно еще больше один вариант но в домашних таком варианте он не нужен там совсем большой квадрат вот вот это вот идут основные трещотки которые у нас во всех наборах автомобильных продаются либо там бывает одна либо две неважно как они комбинируются но в основном только эти других каких-то уже не бывает трещотки бывают более дешевых вариантов вот такого скажем плана трещоточки они у нас рассчитаны только для того чтобы докрутить до затяжки до момента затяжки а дальше уже подтянуть либо обычным воротком ставить и подтянуть вот либо же какой-то большой трещоткой или же маленькой но качественной она переключается у нас вот здесь сверху есть такой вот поворотный механизм поворачивайте и переключайте как маленькая так соответственно средняя вот и поворачиваете переключить небольшая эти трещотки довольно тяжело снимаются с головок потому что у них нет механизма сбрасывания вот самые простые сказать скажем так и дешевые варианты дальше более подороже варианты но не самые скажем лучшие но не самые плохие это вот скажем вот такие трещотки они у нас уже чуть-чуть подороже ну вот в данный момент тогда вот осталась трещотка стоит около 1000 рублей но это еще как говорится не самые дорогие лучшие варианты но для дома в принципе будете крутить даже если вы немного удлините я не думаю что вы ее свернете вот и есть конечно трещотка тоже можно сказать профессиональные это у нас вот фирма гроз считаются на данный момент очень качественными трещотками ну там скажем своем сегменте рынка не очень качественные дальше занимает можно сказать почти лидеры и также они тоже подразделяется большая средняя маленькая вот к тому же трещотки бывают которые можно удлинить то есть если вы раньше многие трубки всякие одевали сейчас производитель учел этот вариант и если вам какой-то момент надо сделать усилия побольше вы соответственно делаете рычаг подлиннее надежность сейчас уже крепкий механизм вот так вот как на большой война маленькой так и на большой трещотки уже конкретно вообще можно удлинить и даже я думаю баллонный такой откручивать колеса ничего страшного уже не случится ничего тут не сорвете и не сломаете но также если вы все-таки сломали трещотку ничего страшного идете в магазин и покупаете ремкомплект такой вот ремкомплект вот вам что надо чтобы купить карен комплект знать вам надо знать соответственно квадрат ваш 3 8 к примеру данным ремкомплект и желательно выбирать побольше зубьев также когда вы покупаете новую трещотку надо смотреть чтобы количество зубьев было как можно больше ну вот на данном моменте вот 72 на всех вот этих трещотках 72 зуба где нам это поможет какой плюс того чтобы больше зубь вообще зубов бывает и 24 и там 60 и 40 48 в общем чем больше тем лучше почему к примеру у вас мало места где вам развернуться покрутить и соответственно если шаг трещотки очень большой то вы уже там ей работать не сможете она просто не сможет трещать если у вас зубьев количество много как данного 72 зуба соответственно даже небольшое количество какое-то место она уже будет работать и вы все-таки свою работу выполните вот это очень большой плюс вот так же бывают еще соответственно переходники которые позволяют нам использовать к примеру трещотку большего диаметра 3 8 вот одеваем и кстати по разбрасывание механизм здесь вот на этих не представлена здесь вот видите уже придуман надеваете она легко снимается вы нажимаете она легко снимается видите и не соскакивает случае если вам надо что-то дернуть а с этим вот еще так здесь нет этого механизма и приходится тянуть одевать особенно если работаете где-то в машине все у вас руки в масле там или какой-то смазки то это все дело конечно неудобно вот здесь это уже продумано раз одели и нормально также к примеру можно среднюю трещотку использовать с головками под квадратом на 2 вот вы одели переходник который у вас три восьмых на 1 2 и берете головки уже одеваете непосредственно на этот переходник и работайте вот головки соответственно уже подбираются по трещотке если не чтобы потом не подбирать всякие переходники или примеру если у вас голову трещотка 1 2 то конечно сразу покупать и головки 1 2 если же у вас трещотка средние 3 8 то лучше конечно покупать 3 8 вот головки или если у вас уже есть другие там старые какие-то можно купить вот такой переходник головки бывают простые короткие они бывают 6 грамм и лишь 12 грамм и головки вот позволяет тоже перекидывать почаще и к тому же если был немножко зализом лучше одевается вот и бывают удлиненные головки удлиненные используются когда у вас гайка где-то вот здесь а сам болт очень длинный вот так вот резьба пустая вы такой трещоткой не сможете работать потому что у вас головка короткой у вас будет болт упираться и соответственно гайку цеплять не будет вот когда вы одеваете соответственно головку удлиненную и у вас гайка здесь резьба может аж до сюда заходить то есть очень удобно так что если есть такая необходимость можете покупать там уже существуют карданы кардан у нас применяется когда когда у нас нет возможности прямого доступа к гайке вот надеваем кардан надеваем головку соответственно у нас есть возможность немного работать в искривленном таком положении и подтягивать вот очень большой тут видите у нас угол можно сделать или работать существуют также кривые вот такие вот удлинители то же самое если у нас надо куда-то подлезть вот где-то мешает что-то мы можем вот такой кривой использовать и немного искривить бывают еще сильнее но они как бы бывают крепкие но бывают и такие которые как вот эта щетка только до момента затяжки дальше нам необходимо что-то брать и уже подтягивать под по-другому бывают такие удлинители которые как отвертка закрутили потом одели трещотку и затянули вот и соответственно обычные большие мощные удлинители когда нам надо куда-то дотянуться очень далеко мы используем уже большой удлинитель это уже самый так сказать простой вариант если у вас трещот как сладенькая к примеру какая-нибудь себе тех вот такая лишь там что-то подобное там fit какой-нибудь еще что-нибудь то соответственно до момента затяжки если надо например колеса за затянуть вы такой то щеткой лучше не затягивать вот дотянули до момента затяжки или же вот такой а потом одеваем уже вороток и конкретно тянем до необходимого нам усилия вот и так подбирая трещотку для себя вы немножко должны конечно как бы уже представить какую вы будете давать и нагрузку для каких целей вот если вам где-то по мелочи что-то подкручивать не надо будет тянуть серьезные какие-то болты и гайки лучше конечно взять либо маленькую либо среднюю трещотку и если позволяет финансы взять желательно конечно с моментом изменения вот если вам и то и то придется делать как бы и подтягивать и мелочь всякую крутить то можно взять среднюю еще . она будет как бы более универсальная и используют эти вот всякие переходнички можно использовать как маленькие головки так и соответственно большими головки если же вы часто крутить именно большой крепеж а именно там какие-то колеса баллоны вот ну и работайте большими болтами и гайками то надо брать уже без сомнения большую трещотку вот на нее кстати тоже бывают переходники такого плана единственно просто какой-то счет уже не везде подлезешь но зато когда крутит какой-то серьезный крепеж она конечно гораздо смелее в этом вопросе вот и если есть финансовые ваши возможности лучше конечно с моментом что можно увеличивать ручку вот на этом все мало-мальски информацию я вам дал кстати еще обязательно вот это уточняйте видите на упаковках всегда написано 72 зуба вот значит трещотка имеет внутри 72 зуба это очень хорошо вот мало-мальски информацию я вам дал теперь небольшое представление вы имеете запоминайте приходите магазины и подбирайте трещотки именно такие которые нужны по вашим потребностям на этом все всем удачи ставьте лайки пока